Красногорск, усадьба Архангельская, два десятка телекамер, более 300 делегатов партии «Единая Россия». Повод собраться на третьем этапе в неочередной конференции регионального отделения партии, определить вектор развития на ближайшие пять лет. По словам губернатора Андрея Воробьева, основными приоритетами программы развития стали реальные запросы людей. И в первую очередь качественная и доступная медицина. Мы видим, что у нас есть ресурсы. За восемь месяцев, точнее за семь месяцев, на 1 августа текущего года мы растем порядка 26-28%. Это значит, что мы можем особый акцент, особые ресурсы направить на систему здравоохранения. Каждый новый врач в территории – это очень важное приобретение. И я очень рассчитываю, что все наши программы – ипотечные, льготные, забота о врачах – они 100% будут давать дальнейший результат. Так, например, в Химках льготной ипотекой, при которой новоселы платят только проценты по кредиту, воспользовались около сотни человек. Это врачи, а еще молодые ученые и педагоги. На качестве и доступности образования в своем выступлении губернатор также акцентировал внимание. Вообще в 2021 году мы открываем порядка 65 школ мощных, красивых, современных. Буквально завтра, по-моему, закладываем очередные 25, еще в начале года, еще порядка 10 заложим в школу. Только в нашем городском округе за 5 лет открыли 10 школ, которые смогли дополнительно принять 6 тысяч учащихся. Кроме этого решается вопрос с формированием земельного участка, на котором будет стоять будущее школа в Подресково. Говорил губернатор и о доступном транспорте, социальной защите, современном жилье, комфортных улицах, парках и скверах, чистом воздухе и дешевой газификации для частных домовладений. Андрей Воробьев призвал всех однопартийцев объединить усилия. Впереди много работы. Если мы объединимся, если мы сможем привлечь новых инициативных людей, то совершенно очевидно перемены, развитие, будущее Подмосковья будут радовать. По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии Игоря Брынцалова, партийная программа полностью состоит из инициатив жителей региона. Собрано уже более 700 тысяч инициатив. Процесс не останавливается. Но основа этому, конечно, прежде всего мнение и те вопросы и проблемы, которые ставят перед нами жители Московской области. По словам депутата Государственной думы Ирины Родниной, несмотря на пандемию, прежняя программа партии с 2016 года во многом выполнена. Впереди стоят задачи приумножать то, что есть, и воплощать в жизнь новые идеи. Московская область быстро развивается. Потрясающие парки. И сейчас мы уже приступаем к очистке озер и рек. Это действительно людей очень волнует. Если еще пять лет назад у нас основная тема была в экологии, это наши полигоны, то сегодня это уже не просто закрыть то, что нас не устраивает, а уже дальше развиваться. В Московской области создается потрясающая команда. Действительно команда профессионалов. Это и люди, которые работают в администрациях. Это депутаты всех уровней. И все это нам дает возможность не только надеяться, что мы программу выполним, а мы победим, и мы ее точно выполним. Депутат Совета депутатов Химок Михаил Раев отметил, что в округе прошла большая работа по сбору инициатив, направленных на повышение комфорта в округе. Все предложения также стали составной частью большой программы. Естественно, мы встречаемся с населением, с жителями, собираем их наказы, их инициативы. И мы понимаем, это уже все сформировано на основании инициативы наших жителей. Идем с отработанной программой на ближайшие пять лет. И мы будем ее, естественно, исполнять и делать нашу Подмосковье лучше и комфортнее для проживания наших жителей. Программу развития Московской области называют народной. И не случайно на сегодняшний день народные избранники провели более 5000 встреч с жителями региона, от мнения которых зависит, каким будет вектор развития региона в ближайшие пять лет.